Алексей Тишкин – историк, который уже сам вошел в историю. За плечами десятки археологических экспедиций, сотни выпущенных студентов и научные открытия. А теперь участие в крупнейшем исследовании ДНК древних людей, вместе с коллегами из Алтгу и сотни археологов, антропологов и генетиков со всего мира. Статья затрагивает ряд проблем. Кто был основателем харабской цивилизации? Кто же такие индоевропейцы? Как они произошли и как распространялся их язык? В этом помог анализ ДНК 520 останков древних людей. Часть из них была захоронена на территории Алтая. Алтай – это такой перекресток миров, это центр, если посмотреть на Евразию. Вот, пожалуйста, все миграции, они либо проходили через Алтай, либо они здесь сталкивались. И вот это взаимодействие, оно очень важно для понимания современной ситуации, этнической, для понимания вообще, так сказать, начиная от происхождения человека. Некоторые останки были найдены в Краснощоковском районе на могильнике Инской дол. Там были раскопаны курганы афанасьевской культуры. Это третье-второе тысячелетие до нашей эры. Из пяти курганов четыре оказались фактически неграбленными, что позволило тоже как раз получить и хорошие костные останки, которые изучались в процессе дальнейших исследований, но и сопроводительный инвентарь. Еще одни останки были обнаружены на самом древнем кладбище края в Залесовском районе. Могильник Чумыш-Перекат датируется шестым тысячелетием до нашей эры. На этом месте мы обнаружили пять разновременных погребальных комплексов. То есть люди, независимо друг от друга, устраивали кладбища древние, где прощались с родственниками, вот на одном и том же месте. В научной среде уже успели оценить вклад ученых в мировую историю. Итоги исследования в одном из самых престижных научных журналов «Сайенс». И эту статью уже цитирует Международное информагентство. Но подчевать на лаврах ученым из Алтайского госуниверситета некогда. Впереди еще много экспедиций и научных работ, которые, несомненно, закрасят белые пятна в истории.